Сегодня латвийские высшие учебные заведения начали принимать заявки от студентов на обучение. Очередей в этом году точно не будет. О правилах поступления расскажет Андрей Дмитриев. В Рижский технический университет уже по одному приходят и регистрируются будущие студенты, которые не могут претендовать на бюджетные места. Те же, кто участвует в конкурсе, заявки подают в интернете на портале Latvia.lv. В первой половине дня таких заявок было уже около тысячи. По словам представителей университета, этот показатель не слишком отличается от показателя прошлых лет. В прошлом году тоже решили, что надо как-то улучшить процесс приемов документов. Тогда в этом году, уже с сегодняшнего дня, в полном ходе происходит электронная заявка на обучение в училищах. Те, которые не могут заявку заполнить электронно, это, например, они закончили среднее образование за рубежом, или у них какие-то там нюансы, которые не разрешают подтвердить электронно свою заявку, надо явиться к нам на место приемной комиссии, это на Кипсулу, это с 27 июля до 3 августа. А вот еще одно нововведение. В нынешнем году личное присутствие абитуриентов на регистрации тоже не обязательно. Подать документы можно при помощи электронной подписи. Летом приходить в ВУЗ нужно только тем, кто сдает вступительные экзамены, или по каким-то причинам не может подать заявку в электронном виде. Так что привычных очередей, которые выстраивались перед зданием университетов раньше, точно не будет. Подача заявок сейчас проходит в режиме онлайн, регистрация тоже. Значит ли это, что новый учебный год учащиеся в высших учебных заведениях тоже начнут онлайн? Мы надеемся, что нет. Мы надеемся, что все будет как надо, что все будут сидеть в аудиториях, потому что учеба чисто онлайн не дает полной возможности обучения. Невозможно работать в лабораториях, невозможно всякие практики сделать. Одновременно абитуриенты могут подать заявку на 10 учебных программ, которые предлагают университеты. При этом очередность подачи документов не играет ни малейшей роли. В ВУЗах в любом случае смотрят на оценки централизованных экзаменов, а не на то, под каким номером абитуриент подал свою заявку. Если мы говорим о магистратуре, то самые популярные сейчас программы в нашем университете это управление здоровьем, арт-терапией, юридическое право и международные отношения. Что касается бакалавра, то звания самых популярных программ за собой сохранили медицина, физиотерапия, юридическое право и международные отношения. Заявки на учебу в высшем учебном заведении в электронном виде можно подать до 2 августа. Стоимость этой услуги составляет 35 евро.